Юбилейный сезон игры «Зорница» стартовал на Ставрополе. Губернатор Владимир Владимиров встретился с участниками открытого финала конкурса. В многофункциональном патриотическом центре «Машук» собрались 35 команд, чтобы показать навыки строевой и физической подготовки. Владимиров и юные защитники Родины заложили капсулу с посланием будущим поколениям, которую вскроют через полвека. Нам нужно сейчас готовить воинов. От нас никогда не отстанут. Мы все-таки шестая часть суши, всего лишь 2% мирового населения. Все прекрасно понимают. Все свои маски сброшенные, свои лица все показали. Поэтому детей мы воспитываем. Патриотизм, конечно, умение дружить. Для детей, вот то, что я говорил при открытии, это друзья на всю жизнь. Я своих «Зорничников» до сих пор всех помню. И эта команда, это дальше люди, которые будут друг другу спину прикрывать. Поэтому и детей в этом тоже воспитываем. Поэтому здесь два направления. Чтобы дети подружились. Чтобы дети умели защищать Родину. В поселке имени Кирова благоустраивает парковую зону. На территории пространства обустроят пешеходные дорожки и обновят освещение, сообщили в региональном Миндоре. Также оборудуют детские площадки, установят скамейки, урны и арт-объекты. Работы проводят по проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье» и «Городская среда». Завершить благоустройство планируют в конце лета. В станице Бекешевской продолжается второй этап капитального ремонта Дома культуры. В прошлом году заменили кровлю, провели фасадные работы и обновили входную группу, сообщили в региональном Министерстве культуры. Сейчас ДК ремонтирует внутренние помещения, меняет коммуникации, монтирует потолок. Работы проводят по национальному проекту «Культура». Сдать объект планируют к концу лета. Стартовал капитальный ремонт участка региональной дороги «Сенгелеевская-Новотроицкая». Обновят свыше 4-х километров покрытия проезжей части. Также на отрезке укрепят обочины, нанесут разметку и установят знаки, сообщили в региональном Миндоре. Работы проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова